Параллельно нам показывают все эти большие эпизоды из истории Америки. Убийство Кеннеди, залив свиней, вотергейский скандал. Потом ещё, уже когда Роберт Де Ниро сидит, рассказывает эту историю в доме престарелых, он смотрит по телевизору репортаж из Югославии. Правильно? Да, я понял. Как вы думаете, это для чего? Вот параллельно же с этими событиями. Но если с Кеннеди там есть какая-то связь? Ну вот история страны, а вот история личности, которая в это вписана. Принимал участие в, так сказать, снабжении оружием в заливе свиней, Кеннеди убили Хоффа, он с Хоффой, он тут, он там, вот так вот тесно жизнь переплетена. Интересно, правда, что жизнь вашей страны так тесно переплетена с судьбой уголовника-убийцы, но в целом, да, показательно. А вот, кстати, там есть такая маленькая... Театритики почему-то об этом не пишут. Такой маленький штрих есть. Когда появляется герой Аль Пачино в фильме, да, там мы слышим закатровый голос насчёт того, что это был в то время очень знаменитый человек, по сути, второй после президента, там такой, как Элвис, такой, как Битлз. И когда герой Роберта Де Ниро сидит старый в доме престарелых, и медсестра там у него какие-то... Он ей фотки показывает. Да-да-да, у него в руках фотографии, он говорит, вот, смотрите, это моя дочь, а вы знаете, кто рядом? И там, собственно, Аль Пачино стоит, а девушка молодая не знает. И вот эту фразу, когда в самом начале он говорит, Элвис, там, но сейчас молодые люди не знают, кто это. Как вы считаете, что вот этим хотят сказать? Не знаю. Я тут только про себя могу сказать. Например, я до просмотра «Сопрано» я тоже не знал, кто такой Джимми Хоффа, никогда не слышал, вообще никогда. Не, ну вы не американец. Не важно. Кто такой Элвис Пресли и Битлз, я знаю, и политических деятелей американских я тоже достаточно много знаю. Я начитанный, эрудированный и всё такое. Кто это такой, я никогда не слышал. Даже вот фамилия запоминающаяся, никогда не слышал, вообще никогда. Ну а у американцев, ну а чё им там знать? Зачем им чё-то вообще знать? Это вообще странный подход, знаешь, это как Черчилль вроде говорил, что забыл формулировку, чтобы там разочароваться в демократии, там, лучший способ разочароваться в демократии – пять минут поговорить с обычным избирателем. Что типа дебилы кругом. Ну так и тут. А чё ты от них хочешь услышать-то вообще? У нас вон тоже там ветераны Афганистана перед детьми выступают, а они их спрашивают, а вы на динозавров охотились? Это, наверное, маленькие дети. Ну всякие. Мама, а ты Ленина видела? Ну да, видела, блин. Ну и эти такие же. Так сохранить себя… Ну а так ли важно вот сейчас знать, когда был Ленин? Молодому человеку. В нашей стране важно. Ну вот что это решает? Что меняет? Ну это уровень. Вот ты, например, образованный. Не знаешь, кто это такой, потому что это часть образования. Это потому что вы вокруг говорите постоянно про Ленина. А так, может быть, и не знал бы. Ну не знаю. Моя кажется, что ты неплохо учился. В общем, дурака не производишь, блин. А как это? Как можно не знать? Ну надо ли человеку есть некий набор знаний, которые у тебя просто обязаны быть? Как? Ты вот знаешь там, что… Блин, ледовое побоище какое-нибудь, нападение Наполеона, Великое Отечественное, Ленин. Революция Октябрьская – это величайшее событие вообще в жизни всего человечества, не говоря про то, что это величайшее событие в истории России. То есть, когда тебе постоянно в пропагандистских целях пытаются перекосить сознание и перекосить восприятие, ну вот это да, тогда можно не знать. А знать надо, в общем-то, иначе ты не совсем человек. Понимаешь, это ну как? Есть хороший литературный пример, когда Ватсон, доктор Ватсон спрашивает Шерлока Холмса, ты там типа знаешь, сколько планет в Солнечной системе? Зачем? Это к расследованию преступлений не имеет никакого отношения вообще. Я вот грязь на ботинках из какого района Лондона сразу на раз скажу табаки, пепел от табаков различаю, а планеты, а зачем мне это? Не надо. Ну вот. Разве Холмс не прав вот в этом? Ну конечно нет. Ну и так вот обывателю. Ну как, понимаешь, есть два, так сказать, подхода к образованию. Одна цельную картину мира тебе дает, когда вот ты, как в советской школе, тебе там вот физика, вот химия, и у тебя понимание окружающей действительности выстраивается, а бывает мозаичная картина мира, когда вот ты сантехник вот здесь или электрика, остальное тебя не интересует. А что вы? Это к давлению в канализационных трубах не имеет никакого отношения, я король говна и пара, а вот этого ни к чему абсолютно. А дальше начинается, а у меня своё мнение по этому вопросу. Кто это сказал, блин? Вы же безграмотные идиоты, а дальше начинается, у нас всё зависит от того, чтобы были честные выборы. Какие в жопу честные выборы? Вы о чём вообще? Вам не приходит в голову, что управлять государством, например, должны управленцы, не горлопаны а-ля Лёша Навальный и его друзья, а управленцы. А это самое, так сказать, примитивное – вот кто-то заболел, его надо лечить, у тебя выбор есть – студент-первокурсник медицинского училища, где по окончанию он станет фельдшером, или 50-летний профессор, у которого за плечами тысячи операций, научные степени, труды, школа. Вот к кому ты повезёшь родственника лечить – к талантливому студенту, который тебе что-то красиво рассказывает, или к этому, у которого тысячи операций за плечами. Ну, тут, по-моему, надо быть конченным дебилом, чтобы даже рассуждать об этом. Естественно, к профессору. Естественно, к светилу. Ну, а управление государством – а чем оно отличается? Что надо для того, чтобы у нас было чисто на улицах? Дома покрашены, на дороге нанесена разметка, на дорогах нет ям, поликлиники в должном количестве – вот район, на нём столько-то поликлиник, столько-то детских садов, столько-то школ, чтобы дети родившиеся могли пойти туда-поглить сюда, автостоянки и прочее. Что для этого надо? Рассказы о демократии, я тебе уверяю, нет. Я тебе больше, так сказать, уже отвлекаюсь совсем от темы, что рассказы о том, как хорошо всё устроено на Западе, вот в художественном фильме «Ирландес» неплохо показано, как там замечательно всё устроено, и попытки перенести это сюда, они приведут ровно к одному – к уничтожению государственности. Как только будет уничтожена государственность, начнётся гражданская война, и страна рухнет. Люди, которые несут сюда демократию в Крыму… Ну вот была же гражданская война в начале XX века, но страна же не рухнет. Она и в 90-х годах, была просто её не принято так называть. Но страна же на месте. Ну да, и 10 миллионов в минус, без затей, а так на месте, да. Попытки переноса тупорылого, как это у нас все 90-е годы были, попытки тупорылого переноса с рассказами о том, что самое главное – это выборы из двух и более кандидатов, честные выборы, чтобы не было фальсификаций. Это херня полная, эта цель имеет ровно одну – уничтожение государственности и развал страны, ничего другого нет. Государством должны управлять управленцы, которых надо специально готовить, т.е. для них должны быть построены специальные учебные заведения, их там должны готовить, они должны работать, нарабатывать опыт управленческий, после этого опять идти преподавать, выращивать следующих, тыр-тыр-тыр-тыр, потому что ты выбираешь-то, например, мэра выбрали горлопана, а всех остальных, кто в мэрии сидит, ты не выбираешь, а городом руководят они, и то, что тебе говорят, что главное – это вот этот человек, это чушь собачья, никакой он не главный, главные они, те, кто управляют. Посмотри, как сейчас с Донни Трампом отлично складывается, главный-то президент, которого, обращаю твое внимание, выбрал народ совершенно справедливо, безо всяких фальсификаций, а что творится в США? Ну, говорят, что с фальсификацией. Ну, конечно, да, вот этот вой дикий, он просто не такой, как им нужен, внезапно в ходе их дурацких так называемых демократических процедур получилось не то, что им надо. О чём это говорит? Это говорит о том, что у вас всегда получалось то, что вам надо, т.е. это управляемый процесс, и вы назначаете того, кто вам нужен, а здесь вдруг засбоило и получился не тот, кто надо, и вот дичайший сбой, вся американская элита на дыбах, здесь вот что-то, надо его убрать, давайте организуем импичмент. Молодец, Донни, жги, разваливай Америку, а Обамке не получилось, у этого должно подойти уже до края. Вот, кок-кок-кок.